В котельной жилищно-коммунального хозяйства непредвиденная ситуация. Мощный взрыв, произошедший в результате нарушения технологического процесса и повлекший за собой пожар. К месту происшествия оперативно прибыли пожарные автоцистерны. Вслед за ними и соответствующие службы. Под завалами имеются пострадавшие в здании и есть два человека. Ликвидировать условное возгорание необходимо было в считанные минуту, ввиду большой угрозы распространения огня. Спасатели быстро оценили обстановку и принялись за дело. В процессе были обнаружены пострадавшие. Их оперативно вывели на воздух для дальнейшего оказания медпомощи. Котельное жилищно-коммунального хозяйства как объект тучения было выбрано не случайно. В случае реальной опасности грамотные и слаженные действия всех заинтересованных служб сыграли бы решающую роль. А потому к учебной тренировке подошли крайне серьезно. Осуществили несколько вводных. Продемонстрировали подачу теплоносителей в жилые дома при помощи аварийной, блочно-модульной котельной. Были созданы специальные ситуационные штабы. Организована работа комиссии по чрезвычайным ситуациям при Каменецком райисполкоме, работники которых решали множество поставленных задач. На практике были отработаны аварийные ситуации на системе жилищно-коммунального хозяйства. В частности, повреждения котельной установки и подключения передвижной системы, подачи тепла в систему обогрева. Дальше, организация оказания соответствующей помощи в случае какой-либо чрезвычайной ситуации на атомных электростанциях сопредельных государств по выдаче необходимого йода и так далее. В процессе учения был произведен анализ возможностей служб жилищно-коммунального хозяйства, районного участка электросетей, газового хозяйства по ликвидации локальных чрезвычайных ситуаций. Учитывались как профессиональная подготовка, так и оснащенность необходимыми техническими средствами. К учениям было привлечено порядка 40 представителей МЧС, ЖКХ, РОВД и других структур. В деле задействованы 14 единиц автомобильной и инженерной техники. Мы показали, что мы можем взаимодействовать, службы все работали слаженно, взаимодействовали между собой практически на всех объектах. Даже какие-то нюансы возникали в ходе того, что мы уточняли кое-какие вопросы, потому что жизнь идет, жизнь не стоит на месте, поэтому отдельные технические моменты хорошо было уточнить. Процесс постоянной подготовки дает сегодня уже такой положительный результат. Но наша главная задача, да, конечно, мы говорим, что вот в этом отношении хороший результат, но совершенства предела нет. И мы обязаны и требовать, и советовать, и помогать, чтобы этот процесс во всех направлениях только совершенствовался, и работа, конечно, была еще более качественной.